горы остались где-то там там же где и столица башкортостана уфа сзади бывший пост полтинник рыда полтинник зачем не дашь нет пошли горит этот винкот сверять ну пошли а где он у тебя и понять я не имею вон там под колесом лезь чистить тебе надо ты и лезь вот примерно такой залог тут тоже раз состоялся не тут сильно не лютовали но с каждой машинке полтосик еще навес был сейчас даже навеса нет венца снесли уже решение какое-то как будто не после праздников давайте дать им этой дамочки отдохнуть минус 7 все теплее теплее может облюже само там оттает потом так-то она будет медленно оттаивать морозы то есть в тепло может приедем так отойдет хотя вот считайте сколько лежала канистра то больше суток на полтора суток где-то да если что надо теперь заранее заранее складывать и сюда витрек то это так стоит сгоревший никто ему тут ничего не делает хотя смысл его делать мотор здесь поставить его уже надо полностью перебирать то есть но вы ставите однозначно такой уже смысл этого весь здесь ценник в этом наверно двигатели там который сгорел здесь почему загорелся вот из того не всего диверсия подпалил кто-то 3 несчастных ветряка в этом районе блин один крякнул 2 кстати тоже там один не работает скорая летит скорая летит это святое надо пропускаться обязательно при любых раскладах что какие-то машины все навстречу идут у всех номера залеплены грязью где-то у нас тут грязука такая впереди ждет татарстане варенбургской ну посмотрите сейчас у меня грязная а тут вообще идут вот хоть номера протерты так пускай идет мы их трогать не будем ну да 70 точно поворот на серафимовский поворот на серафимовский где-то тут андрей коллега друг поворот на серафимовский А, он стоит. Давай, Андрюха. Красная фурия. Так, тормознулись, 15 минут поговорили. Погнали дальше мы. Сказал, что тут к вечеру снегопады обещают. Снегопад. Снегопад. Так, надо сваливать, чтобы это не попасть. Хотя, может быть, там попадем впереди. Но к вечеру, говорит, снегопад здесь у них обещают. Местная достопримечательность. Мост 2 часа до не заснять, это грешно. Вот прикольно, да, тут сделано. Сейчас у нас время станет московским за мостиком. А потом в Оренбургской области опять час добавится. Без десяти четыре. Река. Ик. Тут уже с ударением не ошибешься никак. Здравствуйте, Татарстан. Без десяти два. А потом все равно вернется на без десяти. Только уже будет час добавится. Короче, час вперед. Это у нас что будет? Час вперед. Ульяновская. А Самарская, Ульяновская. Самарская, Ульяновская, по-моему. Да. Пензенская. Уже опять московская будет время. Ну и дальше там уже понятно, везде московская. Тут того Татарстана-то, нахожу, 40 километров. Ну вот время туда-сюда так скачет. Новый год прикольно встречает. А там встретил. Сюда перешел. Через два часа опять встретил. Там уже в новом году живут за мостом. Перед мостом, старым еще. Все. И все. Друга моего устанавливает, который все хочу в огороде поставить. Только друга нет. И огорода тоже. Эти монтируют. Вот такого бы поставил. Да. И все. Сиди только. Дзинь-дзинь. Дзинь-дзинь. Слушай, как она подымает евроценты с недр. Это что-то завис. Не работает. И тот там не работает. Нет, тот работает. Вдалеке который. А этот? Этот работает. Так. Здесь надо на дорогу смотреть за тут. Лихие парни. на газелах. Один чуть не подрезал, второй вот выскочил. Чего? А не налоги за такие дороги. Не знаю, мне кажется в Татарстане нормальные дороги. Вот только что Татарстан заехал из Польска. Пацаны там пустые едут. Вот перейти он тоже пустой едет. Смотрите, его сносит. Видите? Газелька. Его сносит. Его просто сдувает с дороги. Видите, как он едет? Он и чуть ловит. Намело. Прикатали. И все. На дороге лед. Смотрите, смотрите. Сейчас его развернет. Сейчас. Пустая. И все. И его сдувает по льду. И все. И все. И все. Газелька сразу шлифанула. С учетом того, что с моей нагрузкой, с моей развесовкой, с моим весом. И все. Здесь скользко в Татарстане. Скользко. 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 Еще раз проверил. Потихонечку. Не спеша. Это все. Посмотрите. Вот буквально только что по башкири ехали, все было хорошо. Здесь. Тут-то в принципе-то и посыпать-то, наверное, никакого смысла нету. Сунуться ветром сдует. Открытый участок такой. Чтобы этот лед растопить. Зима? Перед Бавлинский, вот видите, как только на открытую местность выезжаешь. И все, и вот, но даже тормоза, жмешь, она едет. Тормозим заранее. Потому что так по прямой через Бавлинское кольцо и поедешь. Если не тормозить заранее. Тут-то отсыпано все равно, вот, перед кольцом. Идея, кольцо должно быть посыпано. Вот. Вот. Мы сразу после кольца надать нефть. До этого. Как оно? Используйте дорогу съезда. Будет в Ульяновской области, это, господи. В Новоспасково. Надо ленуться нам. На Новоспасково нам не хватит. Так, чудо показывает. Танека нам не надо, нам надо это евро. Минус 27. Нам другое не нужно. Тут таких морозов не будет, поэтому минус 29, минус 47 нам не нужно. Земли. На следующем повороте повергите направо. Да. Обычное. Зачем не штука, да? Вот представьте, огород и стоит такая вот красота. Вверх, дзинь-дзинь, вниз. Вверх, опять дзинь-дзинь, вниз. И так. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Класс. Это, 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 заезжайте. Крутите, крутите сюда. Да, тормози, Вася. Все, закричит. Откуда здесь вставать? Вот прямо заруливаю и все. Вот я стою ко мне, становитесь. А тут, блядь, идти, сплошная кругом, блядь. Не такая шина, я сплошная. Вот наша встреча. Как первый дав, не знаю. Второй, о, Русланчик ездит. Хоть бы моргнул. Он туда левее, становись его. Куда поехал? А, поехал по кругу. Да, 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 да. Круги нарезают. Сейчас с той стороны подъедет. Давайте на форточку откроем. Здорово, геноцвали! Здравствуйте. Здорово, геноцвали! Здравствуйте, здравствуйте. Какими судьбами? По работе, так же, как и вы. Да я думал, ты просто катаешься. Не, не, по работе. Мы только по работе. Кошмар. Зиму, зиму хотим посмотреть. У нас в Новороссийске-то зимы нет. Сейчас там у тебя все весело впереди. Ну, значит, будем смотреть. Нормально, тебе можно. Да, вот уже в Оренбургской области переметы, гололед. Вот сейчас уже... Нормально. С душа радуется. Да, да, да. Ну, правильно, после плюс 16 в Краснодаре, конечно. Да, ты привыкли, понимаешь? По теплу, да по сухому. Так что надо, надо. Давайте, приходите, чай попьем. Теперь уже в Дафе, а не в Скане. Пошли в Дафа чай пить. И чё, когда мы будем обзор Дафа делать? Дядька, да хоть заглянуть можно? Да, конечно. Ё-о-о. А правда такое? Моркинский беспорядок. Корчи. Ну, так а у кого он не рабочий? Не, ну так-то вроде как и не беды. Когда проехать, Даш? 600 раз нёшь. Когда проехать, Даш, говорю? А, в следующий раз? Обязательно, когда светло будем. Ну да, не, я шучу. Сейчас-то куда? Сколько он? 410? Да. Ну, по мощам там... Надо эти убирать там, как в Рено, это как в этой сделать. Как пластички. Да, 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 да. Это крепыш. Крепыш, да? Крепыш, да? Крепыш чумазый? Да. Это такая грязь впереди, да? Я грязный, оказывается, я не грязный, я ещё более-менее. Не, у тебя морда грязная, потому что ты сзади шёл всё время. Поэтому. Так и есть. Не, ну зад у него тоже не чистый. Понятно. Куда едем? В Каменс-Коральск. На Кумс? В Свердловской области. Нет, там другой адрес. Другой адрес. Не Кумс, нет. Нет, не Кумс, нет. Другой адрес. Оборудование какое-то, да? Блин, какой-то интересный контейнер, рядок с тентом, я никогда... То есть, выгружать через верх буду, да, получается? Никогда таких... Я визу лук-контейнера, чтобы через верх-контейнера. Это через верх. Тент расконтовали. Ну, специально используется для того, что какое-нибудь оборудование, которое через дверь... Ну, понятно, что ты через дверь не впихнешь. Не, всё это ясно. Контейнеров не визу. Тентованная, майровская линия. Ясно. Всё равно нифига не видно, было бы светло. А так... А так? Ладно, видите. Тафа посмотреть не даёт, говорит, всё. Чаем не поет. Говорит, вообще чай попил, самовар не ставит. Пошли, пошли. Не, я шучу, поехали. Я только что поел 15 минут назад, 20. Ну, зачем? Ну. Я вот стоял, чай пил, как раз паузу сделать. Дождался, пока стемнело и поехал. Вот дурачок. Не, надо было паузу открутить, поэтому... Ладно, сейчас мы тут. Ля-ля, тополя и поедем. Поедем, да. Пойдём, я кучаю, выпью такой. Ну, давай. Быстрый. Не, ну на халяву-то я, когда-то я присяду, ладно. На халяву кто-то отказывается, интересно. А сюда буду смело. Можно, да? Да-да-да-да, это рабочий коврик, а будь ты смело туда. Намывайте экономишь, да? Я? Ну. Ну. Сейчас. Там что-то чуть-чуть это... Нет, спальник широкий. Спальник клёвый. Ну. Знаешь, по сравнению с ИВЕКОЙ, спальник у неё шикарный просто. ИВЕКО была салон-транспортер. Ну. И спальник состоял из трёх частей. Ага. А тут цельный и как бы по кайфу. Не, ну широкий, я смотрю, такой. Знаешь, какой плюс на ТАФИ? Молодоз? Холодильник, да. Холодильник большой, 42 литра. О, хорошо. То есть, и тут у него ещё подобие морозилки, ну, грубо говоря, если туда в конец... Подалеко засупили мешки засунуть, то они не растают, да? Да, они не растают, да. Столик, конечно, от доска недалеко, но хоть что-то. Не, нормально, что сюда сел и кушать. Да. Ещё плюс у него, знаешь, какой, по сравнению с ИВЕКОЙ, тут автономка. Отводы продуманы хорошо. То есть, если СИВЕКИ у меня дуло вот отсюда, и вот отсюда, два сока, то здесь дует тебе под ноги, мне под ноги. Вот отсюда ещё воздает, вот идёт. Короче, установлюсь, полтёплый, тёпленькая, обувь сухая. Обувь можно подсушить, но можно пересушить обувь. В сканих предыдущего поколения воздух уходил вот оттуда. И всё, больше ниоткуда не выходил. Автономка у него стоит, вот она, с сидением. У этой, там, за холодильником стояла. Да. Ну, как бы, вот в этом плане продумал, да. Так что, ну и что тебе больше? Крепыш или... Машина века? Вот, я понимаю, там заклюют и всё такое. Ну, моё мнение, почти четыре года на ИВЕКИ. И вот, сколько получается, с сентября я на Даффе катаюсь. Если вернуться в прошлое, 2012 год, да, но предложили бы новую ВЕКУ или вот этот новый Дафф, я бы взял новую ВЕКУ. Ну, почему заблюют? Почему? Мне кажется, и ВЕКУ она... Да, вот да, да, вот это вот не самая высокая кабина и нежирная комплектация, да, грубо говоря. Не, ну, это понятно, что это простенький. Здесь средняя кабина. Ну. И он жёсткий. Жёсткий дубовый, да? Да. Во-первых, тут он на амортизаторах. А ИВЕКа была у меня кабина на четырёх подушках. То есть я мягкий, плавал и кайфовал. Бардачок, да, вот такой. Как бы... Ладно, в следующий раз сделаем тест-драйв. По-любому, конечно. Да, ящики интересные. Тут большой ящик. Ну, в ВЕКУ ящики побольше всё равно. Ну, и ВЕКУ у меня была высокая кабина. Ну, понятно, вот это аж высокая была, да. А здесь... Всё равно иду навстречу. Ладно. А здесь так себе всё. Средненько. Ставь самовар. Ничего. А, ещё, знаешь, офигеть. Шторки. Я вот от этих шторок, это дафовские родные шторки. И что у них очень плотные. Ага. На и ВЕКУ шторки неплотные. Просвечивались. Да. Здесь я днём зашторился. Ну, и вообще темень, да. Да. Как бы... Вот здесь ещё люк офигенно сделан. Люк он от... Вот он люк. Он автоматический. Да, да. Он под... Обтекателем. Ага. Дождь, не дождь, снег, не снег. Не попадает ничего. Ничего не попадает. Спокойно открыл и всё. На и ВЕКУ. Нифига у меня там задувало всё. Дождь нельзя открывать. Ничего нельзя открывать. Как было так. Всё. Ставься в мовар. Ставь чайник. Ну, здесь, конечно, вот в этом плане поудобнее. Здесь нас... Ну да. Поднял и тут, как говорится... Всё здесь по кайфу. Кухня. Вот, да. Кухонька всё. Нормально. В принципе, вот тут ящиков хватает. Всё, короче, бутыны. На халяву чай пить. Раз предлагает, грех отказываться. Вы когда-нибудь наблюдали за водителем красной фурии со стороны? Обычно вы наблюдаете за ним с лица его камеры. Всё, мы чай попили. Он принимает, так сказать, рабочее положение. Пообщались. Всё, он поехал. Пока-пока. И мы поедем тоже сейчас. Со стороны всё равно, я думаю, поинтереснее понаблюдать. Включили свету. Пристёгиваемся в обязательном порядке. Алексей Николаевич, пока-пока. Ни гвоздя, ни жезла вам. Руслан, чё, трогаемся, да? Чайку на халяву попили. Разъезжаемся. Руслан с коллегой на восток. А мы дальше на запад. Руслан, чё, трогаемся? Трогайтесь, трогайтесь. Что-то у нас. Успеваем мы выскочить. Чтоб никого не подрезать. Да, успеваем. Пошёл снег у нас. Стемнело. Да, Вась. 45 квадрат. Поэтому, такое ухудшение у нас погодных условий произошло. Пока мы тут, там постояли, тут постояли, чай попили. Вот. Едем ещё пока по времени только. 5 часов вечера. Видите, какой снег повалял. Это не есть хорошо. В общем, метёт у нас не переставая. Наверное, мы в этот фронт заехали, который туда, на восток идёт. Или наоборот, он нас догнал. Короче, не знаю. Но, вот видите. О, снег какой фигачит. Снег валит. Просто жесть. Минус 7. Это нам, вот, коллегу Челябинского, пройти бы. Пургу подымает. Едет не очень быстро. Можно было бы чуть-чуть быстрее бежать. Вот такую метель за собой подымает. Здесь нельзя обгонять. Теперь вот, забыл, можно. Там уже встречка появилась. Всё, знак обгон. Бетемитель какая. И фига не вижу. Толком за ним. А в горку он чуть-чуть даже быстрее меня уйдёт. То есть... В горку не получается обойти. Там встречка, встречка, встречка не получится. Да, чем ближе к Самаре, тем что-то всё веселее и веселее тут становится. Отстать от него. Так едет 70. Маловато. И обогнать проблемка. Проблемка обогнать. О, круга какая. Что там сейчас? Сейчас. Давайте попробуем. Коллега, походу, придержал немножко. Спасибо ему за это. Скажем. Спасибо. Не, братцы, оно того не стоит куда-то. Тем более время у нас есть. Сегодня пятница. Выгрузка у нас в воскресенье. Смотрите, какая метель. Видите, что делается? Это не езда. Поэтому... Едем сейчас, по-моему, здесь перед кольцом сейчас Красный Яр. Или что? Тут какая-то стоянка есть. Заезжаем, становимся. И ну его в баню. Если оно не критичь. То есть нет смысла. Сейчас тут по этой ночи. Да и время уже, в принципе, местного уже ползевятого. Какой смысл куда-то ехать? Как я хотел до Сызрани. Тут до Сызрани еще километров с 200. Ну, 180 каких-нибудь. Очень неизвестно, как там это же... Жигулевская горка. Так, завтра выйдем с рассветом. Поедем. Так что рулим на стоянку. Что-то большого желания по такой метели у меня ехать нет. По-моему, что-то была стоянка в Красном Яру. Нет. Все, кто вот... Ну, до съезда вот на эту, на объездную, так точно была. Смотрите, какой-то снегопад. Спасите, дорогой съезд. За ночью мацей, за потом выйдут дорожники, почистят, посыпят, наверное, и поедем. Экстремализм можно, если это имеет смысл. Если это смысл не имеет, как в нашем случае, то и резонно ехать нет. В данный момент. Утро вечера мудренее. Тем более уже вечер. Вот, по-моему, справа сейчас грузит какая-то. Там, где-то кафе невкусное. Я в кафе не пойду. У меня там пельмени есть. Может, пельмени сварю. Да, вот стоянка. Мотель, стоянка. Ну, его клешево. Катание в такую пургу. За мной тоже машинка заходит. У коллеги такое же мнение, походу, сложилось. Я не знаю, есть тут дорожная сеть, нету. Если нет, наличика заплатим. Вот, смотрите, что делается. Вот, смотри, что я буду здесь. Здрасте. Дорожная сеть есть у вас тут? Да? Тогда по дорожной. Говори номер. А, господи, забыл. Я 267-й. М-267. Номер забыл, собственно. Посмотрите, что творится. Капуга. Ну, там, там, асо, я думаю, что-то зеленый стоит. Ну, я понял, понял. Увидится, какая пурга. Что-то там как-то совсем не очищено. Пускай не стоит, КамАЗ. Пускай не стоит, КамАЗ. Туда вправо, там, слишком большой сугрок. Здесь будет, наверное, отсюда немножко проще залезть. Мне так кажется. В этих стоянках тоже тут прибуксовать. Три секунды прилипнуть. Прилипнуть. Подровняемся. И будем спать. А завтра, в любом случае, по дню поедем. Паркуйся, коллега. Пошел. Я его обходил, по-моему. Челябинскую тусканию, да? Да. Стою пока, габариты не выключаю, чтобы, по-моему, видно было. Переломал ты, братан. Переломал. Переломал ты, дорогой. Нормально зашел. Вроде близковато как-то он взял совсем так. Чего-то. Нормально. Все, тогда мы закрываемся. Точки. Страна завершения. Россия. И будем спать. Продолжение следует... Субтитры...